приветствую вас друзья это канал родил канал где мы говорим о здоровье жизни питание и других интересных вещах вопреки всем тем убеждениям которые сейчас превалируют в нашем обществе в нашем мире вот то есть мы идем вопреки и вот сегодня в этом видео хотим поговорить о такой теме как воздержание то есть недавно мы делали видео которое называлось мужская мужской разговор то есть из рубрики мужской разговор видео о сыроедение и потенции на сыроедение вот для тех кто не смотрел отсылаю в это видео посмотрите потому что в каком-то смысле то о чем я буду говорить сейчас это как бы такая маленькая под тема которая была изъята из того видео так что если хотите начать сначала смотрите то видео вот кроме того около года назад на этом канале было еще одно видео которое называлось куда делась либидо опять же про живое питание сыроедение и либидо на нем да так что это очень полезное видео которое тоже стоит глянуть для полноты картины вот конкретно в этом видео будем обсуждать воздержание несколько человек несколько раз точнее много раз уже спрашивали вообще что это такое как это работает да и что нужно делать что не нужно делать смотрите то есть все банально просто воздержание это отсутствие именно половых у тех в жизни человека да причем то есть когда человек перестает этим заниматься что происходит происходит банально такая вещь что просто увеличивается в человеке количество энергии да то есть тело наше тратит огромное количество энергии на производство семени вот кроме того но тратит огромное количество энергии на те гормоны и вообще биохимические процессы которые сопровождают например процесс оргазм то есть это энергетически это просто ну наверное сравнимо с каким-то ядерным взрывом да то есть в принципе наверное по ощущениям это так да поэтому человек после этого там лежит не может двигаться долгое время да и вообще весь какой-то сонливый непонятный как как червяк вот то есть я думаю никому не нужно доказывать что это просто энергетически очень затратная вещь вот так что сказав это теперь мы делаем такой вывод то есть когда мы прекращаем этим заниматься у нас должна вырасти энергия да то есть у нас должно подняться допустим подняться умственные способности физические возможности вот и это все не сказки то есть это реально так происходит поэтому спортсмены то есть это стандартная техника на то есть воздержание за часто недели часто даже месяцы до соревнований то есть стабильно это это просто как азбука вообще наверное спортивных тренировок спортивных выступлений вот то есть это это первое вот то есть это что касается вот именно энергетических компонент то есть увеличивая эту энергию человек имеет определенную проблему то есть люди часто говорят о таких вещах как вот какие-то забываю часто как как их называют в общем какие-то вещи типа застоев типа каких-то затыков появляющихся да или еще чего то почему это происходит то есть не говоря уже о каком-то сперматоксикозе да что происходит то есть что люди делают неправильно причем когда вот я сейчас объясню что идет неправильно я понимаю что то что я скажу будет казаться несколько таким наивным вот и фишка как обычно тут будет не в том что идет неправильно а в том как это сделать как точнее это не делать вот в этом и есть самый сложный момент то есть идет неправильно то что люди воздерживаются только физически да что и что я имею ввиду я имею ввиду следующее что они отключают именно говорят себе что все я не буду этим заниматься там маша больше не подходи ко мне там на выстояние на расстояние вытянутой руки да но в голове они не меняют свою установку то есть в голове они все равно крутит эту мысль да причем часто недобровольно мы еще вернемся к этому к возможным вообще причинам почему это происходит вот то есть эту мысль продолжают крутить и в итоге получается примерно следующее представьте что у нас человек сказал я поставил себе цель что все я воздерживаюсь да но при этом в голове у него происходит такое вот раздирание что там вау какая попка идет или или еще что-то или увидел еще что-то или просто в голове представляет или что-то вспоминает вот и при этом человека начинает раздирать то есть заметьте что при этом тратится огромное количество энергии то есть все вот эти крутилки программы которые включаются или включены вот они в принципе возможно там если за неделю почитать возможно они собирают энергии ну наверное равна равноценно какому-то оргазму обычному да то есть тогда вопрос вообще стоило ли это делать то есть хотя бы оргазм там ну ладно потратил энергию все это выплеснул хотя бы нормально себя чувствуешь в смысле нормально ну не фрустрируешь да и при этом при этом не нужно вот так вот фрустрировать в течение всей недели вот и пришла собака в гости где она где ты ладно не смотрит вот в общем тогда уже не фрустрируешь да то есть хотя бы это все за раз а потом восстанавливается то есть как вы уже наверное отследили и в том и в другом случае происходит выброс энергии просто в первом случае в случае оргазма он происходит очень быстро то есть это вот буквально как я сказал такая ядерная опция бум и все вот а вот в плане фрустрации когда человек воздерживается физически когда он как вот такой вот стал запретил себе и все да а в голове продолжает крутить тогда это все происходит плавно но я не знаю то есть не почитывал такое наверное невозможно почитать скорее всего за неделю количество которое сбрасывается вот через фрустрации то есть различные психологические психические программы они тратят огромное количество энергии вот почему так важно очень мощно и эффективно прорабатывать какие-то возможные затыки которые вы обнаруживаете в своей психике на какую-то тревожность там какие-то страхи панические атаки то есть все 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 это забирает огромное количество энергии вот именно здесь это все из той же серии то есть я сказал сейчас до описал энергетическую ситуацию описал что идет не так до один из возможных аспектов того что идет не так то есть человек не воздерживается полностью то есть он дал себе цель да наверное это сродни вот какой-то цели постановки цели и потом попыткам ее выполнения таким вот потугом диким да но при этом ты понимаешь что не дотягиваешь и начинает какая-то фрустрации ты уже чувствуешь себя таким как на за что называется лузером да я давно так себя не ощущал потому что давно уже не ставлю цели то есть у меня вообще отдельная политика то есть ставить цели это абсолютно в общем такое вредное дело как я бы сказал вот в том числе и по этой причине то есть но это отдельная тема можем тоже поговорить если вам интересно вот в общем человек ощущает себя примерно так же то есть он не выдерживает начинаются фрустрации почему происходит сброс энергии этот вопрос он в принципе вот в этом феномене есть самый важный то есть у человека воздержание не получается потому что у него происходит тенденция именно раз за разом включается тенденция сбросить энергию то есть здесь можно говорить о различных вещах да тут тут можно подходить на и к этому с позиции не знаю трансерфинга реальности каких-то эгрегоров до что там к человеку подключил маятник и гоняет его то есть можно подходить с позиции например югических чакр да например говорить там про первую вторую чакру там что там у нас есть мулаванха да еще свадистана по моему если правильно называю то есть что если там есть проблемы по энергетике в этом месте то энергия будет сливаться в этом месте на кстати эта модель очень хорошо описывает именно всякие вредные привычки и сливы энергии потому что если разобраться все вредные привычки они именно сводятся к тому что человек просто сливает энергию то есть у него энергия накопилась за неделю потом он слил энергия накопилась потом он слил да причем как вы видите в данном случае в том что мы описываем слив происходит двумя разными способами просто или быстрый или медленный в течение недели вот но истинная воздержания появляется тогда когда человек просто прекращает этим заниматься и там и здесь да то есть ему становится просто безразлично причем заметьте что безразлично это не значит что там у вас ничего не работает это абсолютно не о том вообще идет речь то есть безразлично это значит что вот если вам не надо конкретно вот сейчас там в следующую секунду заниматься например размножением то вас это просто не касается вас это не гнетет вас это не трогает у вас нет никаких крючков которые вас держат в этом плане вы просто свободны от этого то есть ощущение которое вот если описать ощущение до чтобы постараться я бы просто сказал что это ощущение свободы то есть это отсутствие вот каких-то вот каких-то пристрастий да то есть в данном случае это пристрастие то есть Его отсутствие дает ощущение свободы, хотя бы в этом плане. То есть у разных людей есть разные пристрастия, поэтому говорим только о конкретном одном. Поэтому, по моему мнению, именно поэтому воздержание вызывает, во-первых, столько споров, во-вторых, столько недопониманий, а в-третьих, столько неудач, когда люди его пробуют. То есть, как обычно, в данном случае начинать нужно с головы. То есть, головы имеется в виду со своего разума, где бы он ни находился. Не факт, что он в мозге, а в других местах тоже может находиться. То есть, ладно, это тоже отдельная тема. В общем, начинать нужно с головы, следить за своими эмоциями, смотреть, на что вы сливаете энергию. Часто одним из способов преодоления вот такого является банальное просто преодоление. То есть, преодоление вот этого вот желания сбросить энергию. То есть, если вы сможете преодолеть вот это через там две недели, три недели, четыре недели, вам станет легче. Пойдете дальше, вам станет еще легче. Вот, и чем дальше будете идти, тем будет легче, 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 легче. То есть, а потом просто настанет момент, когда вам уже все равно. Да, это как один из способов. Вот, у каждого свой путь. То есть, вы можете найти другой способ. Есть способ, когда можно это просто плавно закруглить. То есть, например, заниматься этим реже, 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 да, и растянуть так. Вот, проблема с этим способом, что многие люди говорят себе, что вот я вот буду таким вот способом, например, заниматься. Да, но фишка в том, что у очень немногих людей хватает на самом деле дисциплины именно сделать то, что они собираются делать. Да, то есть, именно заниматься реже, 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 а не просто вот говорить себе, что я буду реже, реже заниматься. Но на самом деле я буду там это делать, когда мне надо, а просто скажу себе, ну вот там, там еще раз, а потом я вот все буду закругляться. То есть, здесь нужно просто быть честным с самим собой. То есть, в принципе, это аналогично тому, что происходит, наверное, при переходе на живое питание. То есть, можно, да, перейти просто, да, резко, например, там свои проблемы. То есть, можно перейти плавно или переходить плавно и говорить себе, что вот я буду закругляться, закругляться, закругляться. Вот у кого-то получается, у кого-то нет. Наверное, у тех, у кого не получается, да, это тоже вот именно связано с тем, что они не являются честны с самими собой. То есть, они просто пытаются, как бы, говорить себе, что я вот перехожу, но на самом деле я вот хомячу, да, по такой обычной еде. Друзья, я сейчас не описал все причины того, почему переход на строение может не получаться. Это абсолютно не какая-то полная диагностика, поймите меня правильно. То есть, я просто описал одну из, один из возможных сценариев. Вот, так что вот такие вот дела про воздерживание. То есть, это, безусловно, стоящая вещь. Это, наверное, рекомендуется по умолчанию как можно большему количеству мужчин, да, кто к этому сможет прийти. И именно прийти не потому, что вот я вот воздерживаюсь, воздерживаюсь. Нет, а просто вот что, когда вы стали свободны от этого. То есть, свободны от этого пристрастия. Да, потому что это пристрастие. То есть, по-другому даже не могу никак это назвать. Вот, это сродни, не знаю, азартным играм, хомячению там на кухне, не знаю, в три часа ночи. То есть, это все из одной категории. Просто разные уровни вот этих вот страстей, эмоций, удовольствий, которые выплескиваются. Да, именно занятие сексом, наверное, является самым большим вообще, что может быть. Так что, друзья, пишите. Оставайтесь на связи. Я также буду оставаться на связи. До встречи в ближайших видео. Продолжение следует...